Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Арсения и Настя. Для тех, кто не видел нашу программу, важная информация. Мы с ребятами в стране безопасности учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. А еще это конкурс для каждой команды длится 4 дня. У ребят сегодня уже третий этап соревнований. Так что половина пути, Настя, Арсений, пройдена. Я предлагаю незамедлительно приступить к нашим испытаниям. Вы уже, наверное, поняли, что все 4 дня мы с вами говорим на медицинские темы, рассматриваем ситуации, в которых вы сами можете оказать себе первую помощь, ну или хотя бы не навредить. Так? Чуть позже нам больше об этом расскажет наш детский доктор Артем Витальевич. А прямо сейчас первый конкурс, и внимательно предлагаю выслушать его условия. У каждого из вас на стенде расположено несколько небольших картинок, ребят. Вам нужно их расположить в две колонны. В первую расположить то, что относится к медицине, пилюли, таблетки и прочее. То, что может пригодиться человеку при оказании первой помощи. А во вторую колонку то, что является предметами личной гигиены. Есть среди этих картинок и неправильные. Их вам тоже нужно отобрать и на скорость принести мне. За каждый вариант я вам дам фишку, если он будет правильным. А если вдруг будут ошибки, то из вашей копилки я буду брать по фишке за неправильный ответ. А тому, кто правильно расположит в две колонки картинки и быстро это сделает, будет возможно заработать пять фишек. Вот такое большое количество. Ну что, будем начинать? Марш! Настя, давай, раз ты уже отобрала, давай меня не держи в руках. Хорошо, это твои, это Арсения, потом разберемся. Все, я все. Хорошо, ждем тогда Арсения, а потом будем проверять. Все, готово, хорошо. Ну раз Настя справилась первая, то проверим Настину ответы. Здесь, я так понимаю, у тебя то, что относится к медицине, да? Это у нас, что, Настенька, давай комментировать будем? Таблетки. Таблетки, это паниндоскоп, а это градусник. Правильно, Настя. А здесь предметы личной гигиены. Щетка, мыло, ой, ну шампунь и мыло. Совершенно верно. Хорошо, Настенька, присядь, пожалуйста, сейчас я посмотрю еще те картинки, которые у тебя здесь. Это лопата не имеет отношения, это неправильная мышка неправильная и газовая плита. Молодец. Ладно, фишки раздам я все-таки в конце. Сейчас мы проверим еще Арсения. Арсения, велосипед относится к предметам личной гигиены? Ну, если на нем кататься, то тело будет лучше. Ну, понятно. С предметом личной гигиены велосипед не имеет никакого отношения. С предметами личной гигиены разобрались. Теперь то, что к медицине. Здесь у нас таблетки, это градусник, паниндоскоп. А мыло снова у нас лишнее, Арсения. Вот сюда отправляется. Итак, давайте присядем и получим фишки, которые заработали. Итак, Арсений, надо же еще и твои картинки проверить, которые ты мне принес. Итак, неправильная. Это лопата, верно, и холодильник. Так, хорошо. Итого, здесь у тебя две фишки, у Насти здесь три. У Насти правильных на доске шесть плюс три, девять фишек. Настя получает у нас девять. Три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Больше фишек, чем обещала вам сразу, потому что за каждый правильный ответ все-таки это будет верно. Пять, шесть, семь, Арсений. Молодцы, ребята. Неплохо, неплохо справились. Были ошибочки, но ничего, запомните, что велосипед Арсений не относится к предметам личной гигиены. Ну что ж, первый конкурс завершен, ребят. А сейчас время встречи с детским доктором. На экран, внимание. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад, что мы снова встретились. Сегодня я хочу поговорить с вами о гигиене полости рта. Все вы знаете, чтобы зубы были здоровыми, нужно чистить их. Ребята, может для вас это будет и легкий вопрос, но все же, сколько раз в день это надо делать? Два или три. Лучше три. Утром и вечером. Если вы чистите, то это очень-очень хорошо. Слушаем дальше, доктор. Правильно. Два. После завтрака утром и перед сном. Ну и, конечно же, я расскажу вам, как правильно чистить зубы. Первое – это расположить щетку под углом к десне и совершать вращательные движения от десны к зубу. Второе – мягкими движениями вперед-назад очистите наружную, внутреннюю и жевательную стороны каждого зуба. И третье – это очистка языка. Его также следует очистить мягкими движениями. Очистка языка освежает дыхание путем удаления бактерий и микробов. Вся очистка полости рта должна занимать не менее двух-трех минут. И помните, что зубную щетку нужно менять каждые три месяца, чтобы в ней не скапливались вредные бактерии. А посещать стоматолога детям нужно не менее двух раз в год, а по возможности четыре раза в год. На сегодня у меня все. Я желаю вам успехов в игре и крепкого здоровья в жизни. Спасибо, до свидания. Арсений, Настя, вот и третий конкурс на день подходит к завершению, но впереди еще финальное испытание. И, кстати, кто внимательно сейчас слушал Артема Витальевича, будет намного легче справиться с задачей, которые я сейчас перед вами поставлю. Итак, наш конкурс называется «Руки, головы, хвосты». Чтобы справиться с этим заданием, я предлагаю вам встать. Так будет удобнее? Вставайте друг возле друга вот там. Итак, слушайте условия конкурса. Я буду говорить, ребята, фразу. Если она правильная, то вам нужно кивать головой и вилять хвостиком. Ну, вы сможете представить, как будто у вас есть хвостик. Одновременно пробуем кивать и виляем. Если сложно одновременно, то сначала можете кивать, а потом вилять. А если фраза неправильная, то вы отрицательно качаете головой и руки прячете за спину. Вот так, совершенно верно. Каждый правильный и быстрый ответ стоит три фишки, а просто правильный ответ – две. Итак, первая фраза. Чтобы зубы были здоровыми, нужно чистить дважды в день. Правильно, ребята. Раньше кивать головой начал Арсений, поэтому Арсений зарабатывает три фишки и две фишки зарабатывает Настя. Хорошо. Дальше слушаем следующую фразу. В рот можно лазить грязными руками. Правильно, одновременно начали правильно отвечать, поэтому и быстро сообразили. По три фишки даю каждому из вас. Молодцы, ребята. Хорошо все усвоили. Сейчас дальше проверим, насколько вы были внимательны. Третья фраза. Зубного врача надо посещать только, когда болят зубы. И снова одновременно. И правильно. Поэтому по три фишки. Долго не думали, поэтому за скорость я вам тоже даю. И последняя фраза. Зубную щетку надо менять тогда, когда она сломается. Правильно. Ай, молодцы. Слушайте, равное количество у вас фишек. Хорошо, ребята. Присаживайтесь. Присядьте. Молодцы, ребята. Запомнили, что зубную щетку нужно менять один раз в три месяца, потому что в ней скапливаются вредные бактерии. Хорошо, ребята. Третий конкурсный день позади. Теперь быстренько сосчитайте фишек. Я смотрю, очень много вы заработали. Парсиний, девятнадцать. Хорошо. Итак, ребята, третий игровой день позади. Счет двадцать, девятнадцать. Завтра встречаемся в финале и определяем победителя. Договорились? Ну что ж, тогда до встречи. Пока, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова